Ребята, все ждали. Саш, как Балашов. Балашович, чувствуешь себя некомфортно? Конечно. Хочу состав? Молоса. Это подарки. Безер, эзер. Очень красиво выглядит. Это хайп. Итак, друзья, всем привет. Сегодня день, когда я поеду в Балашов. Сегодня я говорю, вместе с девочками. И что могу сказать? Сейчас буду собирать вещи. В общем, все, что нужно, необходимо на три дня. Я снимаю на камеру Ксюши. Почему такую камеру мне Ксюша дала? Мне так грязно в комнате. Sorry, ребята. Sorry, sorry. Все, мы на Ксюше едем. У нас полные сумки. Меня уже качало. Как всегда. Классика. Ну, а, кстати, в автобусе, в котором мы будем ехать, ну, вообще, в котором мы будем ехать, вообще, в целом, в обычных автобусах таких вот дальнего следования никогда не укачивает. Это хорошо. Будем представлять, что мы как будто в трансфере и мы едем в отель-турный. Это далекий отель. Кстати, нужно сейчас сходить в торговый центр, в торговый центр Solaris. У мамы девочек дня рождения, мне нужно купить себе подарок какой-то. И Ксюша что-то надо купить тоже, подарок какой-то. Поэтому сейчас будем ходить. Слава богу, в Solaris есть золотой ям. Мы приехали. Сейчас нужно разобраться, где Зэйя. Ну, все ходят с этими пакетиками. Я знаю, где он на верхнем этаже. Да? Господи, как я страшненько выгляжу. Ну, ладно. Я тут еще хуже. Тут ощущение просто уродское. Да, это не мой страшный. Хороший раз. Нет. 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 Ладно, будем так думать. Мы на месте. Можно теперь спокойненько закупаться. Сейчас быстренько. Нам нужно идти в Зелинске быстро. И я уже просто знаю, что купить. Поэтому мне недолго все это. Мы зашли в моде. И что вы думаете у Ксюши? В корзине что? Ну, правильно, что. Это яйцо слайм. И что там еще? Еще один. Это вот такой вот пенал собака. Это хэппи, очень похож на собачку. И еще игрушка антистресс. Вот такая с попой. Там у Мишки поп. Вот, это очень прикольно. Мне кажется, в дороге самое то. Короче, а мы с сумками до сих пор. Это самое нелюбимое. Вот это на вокзалах. Вот это вот всем заниматься. Ходить по магазинам с сумками. No, no, no. Так, сейчас сходили, купили бабл чай. Это у меня снигерс в карамели. Сахарная бомба у Ксюши. Теплый. Манго карамель. Почему я сказала холодный? А, потому что на основе чая, да. Просто голодный на минималку. Ладно. Чего, как мы с Ксюшей заказали корейскую еду. Сейчас будет. Он, кстати, тоже горяченький. Он, конечно, не разбавляет с льдом. Ммм. Очень приятно. Не очень сладко. Ну, сладко, но в меру. Реально? Блюдо, да. Неправда. Как будто с протеином. Нет? Наконец-то нам принесли еду. Тебя еще принесли. А, давай я схожу сама. Мы ждали где-то минут 30, эту еду. Вы представляете? Посмотрите, это прям как в американской школе вот этот подносик. И тут много еды. Или прям так и делают, наверное, в Корее. А у меня... Я, честно, уже реально есть тоже что-то не хочу, да, после этих коктейлей. Ладно, здесь курендок и здесь карбонара токпоке. Вот и все. Мне кажется, у тебя вкусно. Да, мне кажется... А что у меня тут желтый? Да, он должен быть прозрачный, да? Ну, а теперь серьезно. Я знаю, что многим из вас скоро совсем предстоит сдача ЕГЭ. Я уверена, среди моих зрителей много ребят, которые хотят поступать на творческие или гуманитарные специальности, профессии. Хм, а что это значит? Это значит, что сдача такого предмета, как история, не миновать. И как раз на этот повод у меня для вас есть приятная рекомендация по подготовке. Знакомьтесь, Эля Смит, преподаватель истории в онлайн-школе Смитап. Она уже седьмой год в онлайн-образовании и за это время подготовила аж 433 стобальника. А в 2023 году, только вдумайтесь, каждый четвертый стобальник по истории в России готовился с Элей. Также Эля окончила исторический факультет СПБГУ с отличием и прошла дополнительное обучение на эксперта ЕГЭ. Уж кому-кому, а ей точно не страшно доверить свою подготовку. Она видела вашего врага не только в лицо, но еще и изнутри. Так вот, у Эли совсем скоро стартует масштабный курс по всей школьной программе перед ЕГЭ. Финальный курс Смитап это глобальное повторение всего материала прямо перед экзаменом, которое включает в себя разбор всех типов заданий, лайфхаки по их решению, методички консультации с экспертами и индивидуальные проверки работ. Курс состоит всего из двух уровней, чтобы каждый мог выбрать тариф по своим нуждам и потребностям. И за неделю со Смитап получится изучить всю школьную программу и даже разобрать задания Дальнего Востока прямо перед началом экзамена. И тут те, кто из Дальнего Востока, вышли из чета. Кстати, записаться на курс можно не только на историю, но и на другие предметы ЕГЭ. По моему промокоду на экране вы получите 10% скидку на все тарифы и курсы школы. Ну а ссылку на курс и промокод вы сможете найти в описании. И желаю всем удачи! Короче, пришла Арина и наконец-то подарила. В общем, я попросила вчера ее купить в авиапарке, так как она была рядом. Она просто что-то покупает? Что-то покупала? Я купальник. А, купальник. Она в Дубайску уезжает, поэтому ладно. Не в этом суть. Суть в том, что я очень хотела давно духи Дэйзи, Марк Джейкобс, и они были только в авиапарке. Вот, и Арина мне вчера их купила. Вот, так что я просто очень рада. Они просто очень красивые. О, а это подарки. Подарки на день рождения их маме. И я, кстати, тоже купила Арина. Короче, нормально. Не, похуй. Thank you. Next. А, давай попробуем? Давай. Давай, я сейчас. Ну, они, конечно, просто обосраны. Только я сфоткаю для телефона. Для телефона. Ёлк. Ну, вообще, правда, они обосраны какие-то немножко. Понить экспозицию, а не то там что-то вообще проблема. Там все... Они такие были. Да, да, Арина, что ты с ними делала? Они вроде бы, я так понимаю, они последние на складе. Ну, ладно, у меня же не есть трепаковка пользуется. А, распаковка. Итак. Та-дам. Стоп, ты понимала, там стояло. Духи без вот этой вот штуки. Она такая говорит, вы не волнуйтесь, там будет с этой штукой. Это просто пробник. Красивый. Я говорю, я не волнуюсь. Боже, я пришла вот, и там еще закрытие было. И я пришла вот их попросить и термальную воду. Потому что термальная вода мне нужна была конкретно. Очень приятная. Она такая, может, вам другую, может, другую. Я говорю, девушка, я типа, сначала нормально говорю. Типа, девушка, я пришла к вам конкретно за вот этим вот этим. Она такая, причем я сначала нормально сказала. Потом она такая говорит, может, вам все-таки вот это, вот это и говорю. Потом уже начала. Еве так не пофиг говорить. Я просто рада. Я пришла сюда за конкретными вещами. Арина, какая ты крутая, тебе кто-то говорил? Говорили. Ладно, я сейчас тебе подарок дам. У меня же, Ксюш. Подарок? Да ты офигелс, такой бренд, да, там. Да ты помнишь, Ксюш, сегодня, ты мне показываешь. Я сказала, я возьму для Арины 100%. Я сказала, я подшучу над Ариной точно 100%. То есть это уже шутка. Да, это уже Саша такой прикол. Ну все, не нашла. Ну ладно, без подарка будешь. Это был бренд. Вот, вот, вот. Погна. В пустой коробке бренд. Приехали на остановку и зашли сейчас в магазин, сходили в туалет. 25 рублей разменяли мои, точнее, мои 500 рублей. Боже мой. Итак, осталось, наверное, ехать часа два. Я отлежала вот эту штуку. Об окно, так, в общем-то, спала. Термальная вода, сейчас мы ее воспользуемся. Нету пакетик немножко, но тут, правда, уже немножко совсем еды, и все поедено. Ура, мы в Балашмяке! Не все доехали полностью целы и живы, потому что Арина упала на дороге. Просто кровь вот так. Ну не кровь, она как всегда любит плюнуть. Нет, правда кровь. Ну там немного. Там мясо, блядь, там прям кровь, в смысле. Мне вот здесь вот взорвалось мясо. Ой, Арина, это очень мало, меня больше. А, медат? Настрой. Как настрой, ребят? Саш, как Балашов? Все, мы приехали, мы отвозим Сашу в отель Lex. Вон, смотрите. Я сейчас не знаю, что такое тут есть, это новое открыли. Вот, и все. Все, Саш, пока! Хорошего пребывания в отеле. Мы приехали в дом. Сейчас поедем, в общем, за какими-то делами. Балашовскими, очень важно. А сегодня опять, кстати, идем в ресторан. Главное, что есть в Балашове, это набережная. На речку идем все вместе. Таким составом. Посмотрите на этого огромного осетра, пожалуйста. На этих трех огромных осетров. Это что? Просто что? Так, ребята решили не ехать со мной, поэтому мы за ними поедем. Потом в другой раз я одна еду. Нормально? Ну ладно, на день рождения. Вот сейчас, кстати, по времени ровно пять. Сейчас там все собираются у заведения. Немножко кто-то без девочек страховывал выходить. Переосилила себя. Я думала, я слишком такая. Ну, людей, которых я не знаю. Ну, которые как бы не знаю. Ну, как бы такое. Поэтому, ладно. Сидим, пока пишем постик все равно в телеграмчик. Контентик пилим. Дам. Все, наконец-то эти сели. Ксюша вышла. Ладно. Ну, главное, что все, я не одна. Я стала страшна. Вот и все. Ну, ладно. В Блашове чувствуешь себя некомфортно? Конечно. Ни родное место. Ни второй дом. Не лежит в душе. Тебе лежит? Конечно. Я уже понял, что это моя... Это моя малая родина. Так, а я кушаю, между прочим. Сейчас буду кушать салат. Пробую салат... Это не кабачки. Наверное, это... Не помнишь, да? Я тоже не помню. Баклажаны. Во, 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 баклажаны. Беха. Баклажаны, я так понимаю, в карамели. Карамелизированные. Такая вот атмосфера здесь. А мы пили воду. Мы, знаете, хитрые. Поэтому мы вообще отличные. Раньше моя самая проблемная зона в макияже были... Нет, не стрелки, как вы могли подумать, а брови. Никаких танцев с бубном только не было. То они не укладывались никаким гелем, то начинали пушиться, так как у меня довольно жесткий волос, хоть и не сильно густой. И вот, наконец, я нашла новый гель. И, девочки, он идеальный. И это гель для бровей от бренда Алия. И теперь я пользуюсь только им. Чуть-чуть вам покажу, как я это делаю. Теперь это настолько легко, удобно, быстро и реально складывается на весь день, а то и больше. Он с эффектом ламинирования и, что самое главное, не оставляет белых следов и не сушит брови. Консистенция довольно густая, поэтому не стоит брать много. И того, что есть на кисточке, вполне достаточно для двух бровей. В нем не 5 мл, как у всех, а 8, что делает гель суперэкономичным. А еще в его составе присутствуют натуральные масла, которые увлажняют кожу и стимулируют рост волос. Ну и, конечно же, главное преимущество этого геля это щеточка. Она в меру жесткая и отлично прочесывает и ламинирует каждый волосок и держит форму 24 часа. А в комплекте с гелем идут удобная щеточка для создания формы и расческа для фиксации. Ну и, конечно, не могу не отметить дизайн, минималистичный, с пастельным розовым цветом и матовой упаковкой. А еще с необычной и оригинальной формой. Именно ВБ он сейчас продается по очень приятной цене. Так что теперь я могу забыть о непослушных, торчащих в разные стороны волоска и всегда наслаждаться видом моих бровей. И чтобы вы тоже могли попробовать мой фаворит из косметички, я оставлю ссылку на ВБ и артикл прикреплю в описании и также продублирую на экране. Советую попробовать фиксирующий гель от бренда Алия и вы точно не разочаруетесь. Снова на набережной гуляем теперь, потому что немного решили, решили немного, знаете, разнообразить посиделки в ресторане таким вот закатным вечером. Посмотрите на этот пейзаж, это что за красота? Ой-ой-ой, ну, ангельство. Саша идет сейчас выступать, срочно снимать его. Микрофон нужен. Микрофон! Где же? Блин! Блин, боже мой! В кабинку приехала. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Чем время? Я знаю, я 10 лет концерта даю, что ты мне упаду и говоришь, уйди с моего концерта, обвинь с на самка приехала в город. Саша, она отработала. Давайте вместе. Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратнее, реально высоко. Ну, высоко просто. Я же не вот так даже, а у меня корпус назад. Топ-10 паркурщиков. Весь концерт испорчил. Прочитание. Да, прилично. Друзья, мы уже дома. Знаете что, нам дали, в общем, капкейки. Мама девочек заказывала сникерсы и красный бархат. Мы с Ксюшей ненавидим красный бархат. Потому что мы переели его на наш день. Да, и он нам уже не нравится, мы заказали. Нет, нам только сникерс. Тем временем, что нам принесли. Проблемы просто, не буду говорить, московских видно все. Нам принесли вот эти капкейки. Вы видите на них сникерсинкуб? Она должна быть, она должна быть. Потому что это все... Это ты взяла не то. Ой, жалуешься. По итогу сникерса у нас, видите, шоколадку сникерс? Она у нас. И сейчас я буду его есть. Уху. Ребят, всем привет. У меня уже приехало такси. Я очень страшно вылезу. Мы, в общем, идем в кафе с Сашей и с Ксюшей. Арина остается спать. Я просто хочу вам это показать. Это бессовестную гадину. Она спит. Ну все, сейчас быстренько одеваемся и выходим. На улице, на самом деле, холодно. Я вообще не накрашена. Я уже как бомж, бомжара. Просто сам последний. Пришли в такую кафешку. Я взяла... Сейчас скажу. Я взяла чизкейк с кубненькой. Ммм, для возьмут. А можно просто кисташковые, наверное, да, вот эти зеленьки? Вот. Ну тут очень мило. Очень красиво. Ребята, тут все ждали. Мы вышли из кафешечки и все здесь. Вот. Ой, ну это очень мило, что нас не отвлекали, не заходили, а прям подождали. Так прям супер. Рекламная акция «Кофейный сад» прошла успешно. Да, Ксюша? Да. У меня джойстик сподержит. Да, 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 да. Идем Арину наказывать. Саша там просто дольше всех. И гуляем по Балашову. Теперь все вместе идем в кино. Нашу победу. Это кинотеатр. На черную вдову. Что-то там укус чего-то. Непонятно чего. И так светло кажется, на самом деле. Но эта камера максимально все выбеляет. На самом деле здесь темновато. Вот, если посмотреть, то, как мне кажется, довольно светло. Ну, блин, как будто реально, Ксюша, посмотри, пожалуйста, как будто день. Да, да я знаю. И ты когда говоришь, я слышу, я представляю, вы. Вообще, очень прикольно. На самом деле, прям кажется, что красивый город даже сначала. Как будто в небе. На Оскар, как будто. Ну, да. Вау, это как классно. Такая, смотри, погода, как будто все чистое Балашове, правда. Да, и тоже вот здесь красиво. Да, как будто цивилизованно. Да не то, что Балашов плохой город. Ну, просто не настолько. Просто это столица мира, вроде бы, есть улицы с плохими дорогами. Все, мы пришли. Этот кинотеатр. И я хочу показать, что мы нашли вот такой стол. И тут реально можно поиграть в фишки. И мы играем. Это же с Junior. Да. Даже есть кафешечка, но она закрыта. Так что все нам дали наши билетики. Вот так вот они выглядят. Вот. Сейчас посмотрим. Супер-классный фильм. О, моё. Так, нам уже пробили билетики. И мы заходим в наш... Посмотрите, пожалуйста, на этот. Очень красиво выглядит, правда. Ну, типа... И экран очень огромный. Я такой давно не видела, что прям... Мы ходили бы за последний раз вообще... А вот мы и на фильме. Он какой-то страшный. Ой. Тут съели попугайчика. Всё, мы досмотрели фильм. Теперь идём отсюда вам. Ой, ну, конечно, мне понравился. Все музыка в ниле, а я бы не понравился. Что-то даже не знаю. Доброе утро, ребят. Сегодня последний день, как мы тут. Вот мы же сегодня вечером уезжаем. Да. Сегодня вечер в 11 мы уезжаем, да? Или во сколько? Да. Вот. И смотрите на меня только. У меня есть вот такие вот прекрасные очищающие полоски для носа. Кролик. Вот, видите? Кролик. Сейчас мы сделаем Ксюше. Знаете, прикол в чём? Почему мы сделаем это Ксюше? А Ксюша у нас спит. Сейчас мы... Аааа! Сейчас мы ей налепим кролика. А она ей не против. Сделать так, что ли? Ну, вообще, да. Вот так. Говорит не встал я, которая просто... Не в эти процедуры хуже. Да, сейчас девочки съездят к своей крёстной. А я просто пойду к другим делам своим. Вот. Мне нужно тоже... У меня тут родственники, все дела. Нужно по всем поездить. Да боже! Не клеится. Не работайте, вы входы. Входы, это правда. Да ладно. Там водой немножко не везет. Реально? Да. Девочки уже уехали. У меня засохла маска. Оказывается, ей нужно было ватным, влажным спонжиком вот так промокнуть. Да, ничего тут нету, ребят. Меня обманули. Ну, как всегда. Потому что тут камера показывает. Ты знаешь, как можешь? Смотри. Джойстиком. Джойстиком. И держишь нормально. Ааа. Так, в общем, я пришла сюда к ребятам. И мне тут подготовлен подарок от Вики. Рассылка. Вау! Срочно смотрим. Это ты мне написала? Спасибо. Подожди, это что это? Оливье! Вау, я люблю Оливье. Это наклеечка с копибарой. Вау, я тоже с копибарой. А с какой ты нас за халу, чтобы такой быть? Это воздушный постельный. Да, есть. Нифига себе, а такое продается вообще? Какой Ева, какой Ева подарок, который я. Вау, Литуаль, да? Да, Литуаль. О, спасибо. Вау, а звуки... Так, так, фирме, фирме. А за какие такие видослуги? В смысле за какие? О, Ксюш. Ты просто садамбус. Мне кажется, тебе этот... Сейчас мы Ксюше делаем тишечник здесь. Спасибо, Кулечка. Спасибо. Я сейчас помажу. Знаешь, здесь есть хороший цвет. Супер, вообще класс. Вот мы тут играемся вместе. Он... Он вот. Котика. Вот, надо его найти. Угу. Так. Надо найти, чтобы он лежал в полосы. Он лежал вот такую. Вот. Мы его находим. Там, кстати, еще секрет есть. Какой? Нужно найти, добить и карточку. Короче, мы поняли, как играть. Он лежит. Он стоит в полосочку. В полосочку, смотри. Он в полосочку. О, Котик, он нашел. Нет. И сидит. Он белый, и он сидит. Котик. Он лежит. Лежит. И он в эту... В крапку. В крапку, да. Можно, походу, ехать. Вот, где котик-то. Какой? Где котик-то? Вот он черный, он черный. А, нет, это не то. Он черный. Он не то. Он вот? Нет, нет. Нет, но у меня вообще черный. Он белый. Он белый. Белый. Он белый лежит. То есть вот это... Вот он, нет. Вот это за цвет, вот это за... Вот он, походу. А, нет, он в полоску. Вот он, вот. Точно, вот он лежит. О, у меня удача нет. Да, мы, походу, проиграли себе. У нас детский садик такой небольшой открылся. Да. Да, меня Крисница попросила снять Транит Пайдро. Я реально почувствовала себя старой. Я сильная группа. Это как слово, пацаны, да, автобус пости? Это полный курс. Это как на твой день рождения, только бесплатно. Я уже буду ничего не делать. Ладно. Тебя как будто прифотошопили вот от автобуса на видео. Это комплимент, спасибо. Я не снимала, я не снимала, но Арина выиграла вот это. Мы, походу, тут оставляем, как в Орел и Дедушка. Ребята, кто первый заберет. Нет, сегодня у меня нравится. Ева, куда, куда, к нам в дом? Мне, к нам в дом оставить? Да, прикольно. У нас не мусоросборник. Ну, а теперь я выиграла. Ладно, название хотя бы дай ему. Ева хочет еще. Ой, друзья, ну что ж, все, отчаливаем наконец-то из этого райского места. В смысле, а что не так? Отлично. Я вообще, я грустная. Ты грустная? Ты грустишь? Я уезжаю из райского места, да. Ну да, так. На самом деле, мало погуляли, можно было больше. А может, можно было бы тут на неделю спокойно. Да, и даже некоторые райончики, даже не были. Так пробежались. Да. Настолько больше городов. Ладно. Ну, в общем, все, я этим, слава богу, завтра в 7 утра будем уже. Ну, а конец. Ну, вообще, жаль. Ой, пришли вот такое вот местечко. Бургерки хорошо, в котельниках есть. Ну, более-менее как-то хорошее место, не просто какая-то шуммечная. Пожалуйста, почему, но у тебя не было. В общем, замерзла и уже вся какая-то. Не, нет. Снимай рубашку свою, давай, мою-то же. Я тебя дам ее дома. Да, дай мне. Дай мне рубашку. Что, дать, может, реально ей рубашку? А ну, что ей холодно, смотрите. У меня есть повта черная, уроская, тебе подойдет. Ксюша себе что-то заказывает. А я со своими. А здесь у меня... У нас там даже есть славинга и бананчики, и конфетки. Бананчики. Бананчики. Ну, конечно же, не получилось у меня, как всегда, без происшествий. Сидели в Бургер Кинге на вокзале, потому что ждали, пока Арина приедет такси. Мне, Ксюша, купила чай в Бургер Кинге. Ну, кипяток, как обычно, там наливают, и ты добавляешь чай. Чай. Я даже не заметила, какой он на меня упал, на ноги. Я заметила только боль, которая была. То есть, блин, и, короче, я встаю, и сразу просто вяжу там толпу. Люди. Люди там. Я, правда, я вообще плохо. Вот. Ну, и поэтому сейчас заезжала к Ксюше и купила... Бананчики. Бананчики. Ну, только сейчас покажу. Ребята, я дома. Боже. Какой кошмар, какая я страшная. Сейчас будет распаковка. Первое, конечно, что я хочу сделать, это помыться, но... Что меня ждало дома, это не может не радовать. Это штатив для камеры, который мне подарили на день рождения девочки. Он довольно тяжелый, я бы не сказала, что он довольно дорогой. Особенно знает цены на штативы, которые реально есть, но... Он должен быть хорошим за свою цену. Какой вот у меня чехольчик. Та-дам! Пастучка для телефона, чтобы можно не только камеру, но еще и телефон сюда пихать. Также тут, как у профессиональных камер, есть уровень. Последняя вещь это для CD-карт, точнее, не CD-карт, честно, не знаю, как это называется. Для карт, на которой как раз я снимаю вот это видео, да и вообще все свои видео. Вот, и это вот такая вот штука, чтобы ее можно было подключить в телефон, и я могла выгружать все, что я сняла на телефон. Потому что у меня есть точно такая же штука, чтобы все это выгружать на компьютер. Вот, а теперь для телефона. Своими покупками что-то, мне кажется, я довольна. Еще я сейчас сижу полностью в пантеноле. Ой, надеюсь, это как-то поможет. Но вообще там уже ничего нет, то есть ожога нет, как такового. Хорошо, что без ладырей, я уже реально поблагодарила все, что могла, потому что, это правда, это очень-очень хорошо, что нет ладырей. Короче, иду на маникюр сейчас, в новую студию, потому что мне не нравилась той моей. Купила воду во вкусвелье за 79 рублей, сейчас покажу. Какая-то магнитная, если она не сделает, я не знаю, что-то со мной, то я даже не знаю, что нахрен она нужна тогда. Ну просто смотрите, это даже не 0,5, мне кажется. Да, это 350 миллилитров за 80 рублей. Сделала маникюр вот такой вот, смотрите, фокусируйтесь, во! На второй просто обычный цвет. Просто у меня, знаете, такое бывает, что иногда мне раздражает вообще все, что нахсях, что есть, поэтому вот такой вот цвет мне очень подходит. Мне понравилась студия, очень милая, выглядит очень красиво. Вот, еще хочу терять реально там где-то педикюрчик, знаете, потому что там сиденья такие классные. Я их, к сожалению, не сфотографировала, не сняла. Теперь только туда буду ходить, мне очень понравилось. Очень-очень, стерильно, красиво, удобно, ровно. И, кстати, мне пришел мой грибок, и сейчас расскажу его предыстории. Значит, в кафешке в Балашове, в котором мы были, знаете, где цветочки, я увидела вот этот грибок, и там вижу, как капает водичка, это, знаете, увлажнитель воздуха, и в котором капает водичка вот из этого грибочка. Я сразу поняла, ну откуда он еще может быть, кроме как не с Валбреса. Естественно, я нашла его на Валбресе по первому же запросу грибок-увлажнитель, и все, и вот, пожалуйста. Я его хочу распаковать для Телеграма, потому что в Телеграме я еще давно ничего не выкладывала особо в свой любимый каналчик, поэтому надо исправляться. Распаковываем грибок. Я его не проверяла в пункте выдачи, надеюсь, что он работает. Ровод. И к нему пультик. Ну, как-то так. Ребята, всем привет! Сейчас еду к Сюше. Честно, это крайне даже у меня есть такая подруга, просто, к которому я могу прийти, одеться как угодно, забрать любые вещи абсолютно и уйти спокойно. И, конечно, потом их я отдаю, но, кстати, никто не требует даже обратный иногда дал. Поэтому я просто благодарна судьбе, что такое у меня есть. Я уже побывала у Ксюши, она мне дала одежду, оделась. Сейчас иду в клюк по классикам. И, правда, я не знаю, где он находится, но еще посмотрю по карту. Мы сидим здесь, в курилке. Ну, вы знаете, кто не курит, поэтому... Я не курю. Ну, не... Честно. Сейчас будем рассматривать корзину в Золотом Яблоке. Значит, я уже заказываю. Подписчики, начинаем с самого начала. Мне тут присылают такой подарок за 0 рублей. Я очень счастлива. Вот это самая прекрасная губнушка, помада. Я согласна. Мне нравится только с коллагеном, знаешь? По-моему, у Натки с коллагеном. Это карандаш я заказала для губ, но он для всего в на свете. Но я буду только для губ. Но я буду только для губ пользоваться. Тут я заказала масочки. Дарлинг, окей. Вот эта тушь, это лучшая тушь. Ты видела, видела? Сейчас у меня на глазах, мне моя младшая сестра ее дала. Попробовала ее. Ой, что ли? Вот эта тоже моя младшая сестра. Да, хорошая пудра, я знаю, да. Вот, потом она попросила мне заказать именно вот это. Я подумала, окей, хорошо. Далее, ну это тоже масло. Тут, значит, у нас набор спонжиков, термальная вода, гель для душа. Надеюсь, он будет вкусно. Как-нибудь на чьем руку. Дальше. Крем я заказала вот такой. Надеюсь, что он тоже будет нормальный. Я заказала праймер. Так. Так, вот эту нашумевшую милицарлярную воду. Очищающий тоник. И набор кистей. Вау! Блин, ну кисти классные. Да, и стоит не так уж и дуэк. Да. И что, сколько всего вышло? В 12 тысяч. Нет, чуть поменьше. Я там подарочные карты оплатила. У меня все вышло где-то на 9 тысяч. Ага. Ну, хорошо. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Друзья, чтобы вы понимали, клуб там. Но нам вообще как-то по боку немного. Сам себе клуб. Просто я хочу, чтобы меня научили вот этот танец. Поняли вот этот? Сейчас. Вот этот. Стои, сделайте вот это, да. Пожалуйста. О май гад. Я очень хочу. У-у-у-у-у-у-у-у. Ну, потом, когда Вика Морковка мне сказала, у тебя сделаны губы или нет, я поняла, что мне не надо их делать. Ну, это хорошо. На самом деле здесь туалеты, а мы думаем, что это реально VIP, потому что это похоже на VIP. Короче, все, закончилось все. Еду домой с едой, с водой самое главное. Ну, сегодня было... Ладно, я скажу сейчас на среднее. Прямо вот среднее. Когда я говорю хорошо, тогда хорошо. Когда я говорю среднее, значит, ну, среднее. Ну, ничего, завтра еще одна тусовочка. Немного коллеги? Нет. Самое. Кстати, забыла сказать, приехала я к Арине, потому что Алина в Дубабе. Дубай, короче. Решила, что почему бы не приехать сюда, потому что сегодня опять будет тусовочка. Будет мне удобно, как бы, поехать. А еще, кстати, я здесь забыла юбку свою. Я вот сегодня ее как раз и надену вечером. Раз уж я сегодня показываю вам, чем я питаюсь, это гречка, это яичко одно и, конечно же, нори. Не знаю, насколько нори будет вкусно с гречкой. Он больше сочетается с рисом. Но, да, как бы так. А, в общем, мы с ребятами, с Ксюшей и с Димой. Приехали в Рамен, сейчас будем кушать. Перед квестом. Я уже миллиард лет не была на квесту. Ну, ладно. Я сегодня такая. Потому что потом немножечко в другое место поеду. Как-то коктейльчик мне принесли. А где он, Ксюш? Как он называется? Он называется... Да не Брук. А, может, ты... А, реально Брук. А, кокосово-молоко, сгущенка, алсо, содовая, сироп, мяты. А я думала, вот этот. Я думала, а это вообще пирожное. Я думала, ну ладно. Все попробуем. Эти эмоции без слов. Эй. Кокосово-молоко все испортило. Вот ей богу. Посмотри. Да? Да, я тоже кокосово не люблю. Ну, заказал какую-то тарелочку. Какими-то тарелочками другими. Мяска. Салатик. Заказала сырный джом. Мне сказали, что это прекрасный выбор. Давайте сейчас попробуем. Ой, тут яичко. Ммм, Роуэльтон. Кожечки я не сдержалась. Я аж засмеялась, когда это начали приносить Ксюше. Ну, это что? Я бы что-то сказала. Палочку погрызть можно? Мне кажется... Я почему бы думала, это шоколадная палочка. Ну, ни хрена подобного. Просто вот этот тортик. Красивые флакончики. А вот здесь вот в этом флакончике специальные ножнички, чтобы вот разрезать эту упаковку. Вот это, понимаю, прикольно. А это что за бренд? Это все от него? Да. Мы сейчас пытались открыть здесь дверь, а она здесь... Вот казалось бы, но... Ну да, можно было бы... Ну все, заперто. Реально, причем здесь никак не найти больше в этот магазинчик. Честно, я думала, такое только в Питере. Это что за собака? Это что вообще происходит? А из чего она не пела? В Питере там много, за час на каком-то. Ну я думала, такие от пространства только. А, я думала, это динозавр, это реально собака. Она как-то динозавр думала? Да, с моим зрением. Минус 60. Делали своими руками. С пеной вот этой, вполне не монтажной. А, правда. Кафешка серп, пожалуйста. Вот здесь какая она пользуется здесь успехом? А, подожди, реально серп? Ну, типа реально серп. Не думала, корн-доги какие-то. Ну ладно. Ксюш, посмотрите, как красиво здесь. Ну мы не даже ходили, мы на каком-то Китай-горде. Да? А здесь, извините, вон какое пространство. О нет, мы заглянули на какой-то рейв, тусовку. Причем она выглядит очень-очень. Смотрите, там люди просто буквально в какой-то... Арке стоят. Нет, заброшка. Да. Нет, ну были прикольные, ну просто... А, в смысле, они прямо перед ворота? Куда они заходят? Да нет, они там могут зайти. По курсу, и горы, и оттуда в дом. И в круг. Приехали к Вестон, и сейчас... Страшно, вы не представляете, я миллион лет не была на Китай. Вестон, если честно, еще бы столько бы и не было, потому что это правда страшно. Смотрите на этот замок, мне всегда так страшно на него смотреть. Это просто... Он такой гигантский. А, подождите, это он? Нет, это, наверное, не он. А, вон там. И там еще плюс обозрение, если видите, вон. Боже, почему это все заброшено? Это так страшно выглядит. Так что ж, мы поднимаемся уже. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, это прям тоже... Это по игре... Это же... Страшно. Ну только посмотрите, какой квест мы нашли. American Horror Story. Я очень хочу. Вот прикол, если это четвертый сезон. Я вообще не привыкла к тому, что уже вообще-то светло. Это вообще трэш какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok